шалом дорогие друзья мессианская студия оазис медиа хайфа и община возвращенные на сион мы рады вам и приглашаем вместе с нами продолжить обзор книги откровения тяна и в прошлый раз я сказал несколько возможно странных вещей одна из странных вещей это проблема датировки когда ее писали если писали и до разрушения второго иерусалимского храма возможно многие события которые здесь предсказывают беды осуществились момент разрушения иерусалимского храма потому что для еврея для израильтянина для того кто привязан к торе тора народ израиля земля израиля храм это вещи центральные и это можно сравнить с апокалипсисом если эта книга была написана после то здесь можно думать что хочешь и по всей видимости многие применяли много из того что здесь было сказано во времена гонений которые случились на первых верующих втором веке и так далее и которые периодически случались по земле когда горло все настал последний день судный день и такие вещи случались постоянно во времена наполеона об этом говорилось есть много разных исторических опусов которые одни называют наполеона антихристом другие называют его христом или машехом и есть много-много чего подобного того что случилось и в последнем двадцатом веке уверен уверен что мы видим подобное 21 поэтому хочу сказать вам читаем откровение как пророчество как видение и относимся к нему как пророчество к видению которое можно истолковать поле аллегорически и не ста не входить ни в какие жесткие параноинные такие ассоциации главное помнить что мы под господом богом ходим что ешуа даден нам как совершенная жертва и как тот во имя кого мы можем обращаться к творцу и знаем будем услышаны мы также учимся что господь бог милующий об этом мы еще почитаем в этой главе в 7 но давайте подойдем ближе тексту после сего видел я четырех ангелов стоящих на четырех углах земли державших четыре ветра земли чтобы не дул ветер не на землю не на море не на какое дерево и он утверждает странную вещь что за кажется нормативными физическими явлениями ветер дуновение еще чего-то стоят ангелы как будто они заграждают или разрешают и мы учившиеся в советских атеистических школах да не только я думаю эта тема была распространена и до сих пор распространена в большинстве учебных заведений по всему миру земли когда материализм пропитывает все смеялись бы над этими вещами говоря какая глупость какие ангелы там есть температурные разрывы именно они побуждают все эти вихревые явления и электромагнитные явления прочее 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 и вот ветра и ураганы и прочее прочее на самом деле сегодня когда исследует адронный коллайдер в швейцарии и вообще много исследований в свете того что энштейн сделал и другие физики мы видим что не так однозначно что свет это то ли волна то ли частица и как говорят многие физики за многими явлениями стоит какая-то потусторонняя скрытая сила источник по-разному они его называют и когда мы слышим такие слова зная откровение от иоанна мы друг 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 понимаем что за многими физическими явлениями могут стоять духовные силы какие-то вещи и такое записано не только в откровении ата и от иоанна если вы опять-таки зайдете в интернет или в какой-нибудь библейский магазин зайдете легко купите книгу еноха и почитаете там там тоже видно как ангелы проявляя свои какие-то действия влияют на физические вещи здесь на земле не только против людей но и природные какие-то явления включают читаем дальше и я видел иного ангела восходящего от востока солнца во и имеющего печать бога живого и воскликнул громким голосом к четырем ангелам которым дано вредить земле и морю говоря не делайте вреда ни земле ни море не деревом доколе не положим печати на челах рабов бога живого и очи я слышал число запечатленных потом про запечатленных но это событие очень здорово напоминает то что мы когда-то читали в книге языки или языки не говорит что-то подобное он говорит и слава бога израилева слава бога израилева это шина шихина руха кодыж а возможно что-то видимое некоторые связывают шихину или славу господа бога с биной или премудростью и что интересно когда в колосянах апостол павел цитирует слова премудрости из притчи соломона он говорит им для него и через него все было то есть слава бога израиля вот здесь вот возможно какое-то мистическое явление того который потом воплотился сын божий ну сейчас я как бы вот так фантазирую интерпретирую но можно и так понимать тоже так вот там сказано и слава бога израилева это языкиль 9 глава с 3 стиха сошла с херувима на котором была к порогу дома и призвал он человека одетого в влюбленную одежду у которого при поясе прибор писца и сказал ему господь пойди посреди города посреди иерусалима и на челах людей скорбящих взывающих о всех мерзостях совершенных совершившихся среди них сделать знак то есть господь помечает каким-то образом или через этого писца или через ангела или непонятно каким образом у бога свои сканеры есть чтобы видеть тех людей которые преданы ему которые ему важны которые идут за ним уповают на него конечно здесь мы можем сказать запечатленный и не получающий вреда от ангелов это еще не значит не страдающие потому что мы знаем что много скорбей или многими скорбями надлежит нам войти в царство небесное и к сожалению даже глубоко верующие люди периодически проходят через страдания вы все знаете а так называемой доктрине преуспевания когда страдание или там финансовая проблема или физическое здоровье не дай бог или какой-то духовная проблема сразу связано с грехом вы знаете это не выдерживает никакой критики потому что очень святые люди нора сильно страдают очень сильно страдают и я не верю вообще вот в этот ерунду что вот верь господу поступай правильно и у тебя все будет на тебя сыпаться золотые зубы во рту будут расти на голове у тебя будет хорошая прическа и машина у тебя будет всегда с бензином и все такое это все ерунда все у нас по жизни может быть именно поэтому господь еще научил нас молитве очень наш там есть одна из центровых таких фраз и дай нам хлеб насущный и избавь нас от зла зло это сатан это разные обстоятельства это даже то наше внутреннее злое начало который иногда нас может толкать греху результатом которого всегда является наказание но избавиться от этого уповая на твою милость уповая на твою полноту здесь это же самая мысль выложена несколько другим текстом те которые уповают на господа просят его он посылает ангелов он посылает песца чтобы запечатлеть и на сказанное еще раз и я видел число запечатленных их было сто сорок тысяч четыре тысячи из всех колен израилевых и дальше тут перечисления 12 колен израилевых всех кроме колена дано сразу конечно могут спросить а почему про дано ничего не сказано я не знаю не могу понять издано должен произойти антихрист может быть но об этом тоже ничего не сказано почему здесь данный упомянут у меня нету ответа но здесь указаны 12 или там 20 12 тысяч с каждого колена и зададимся вопросом 144 тысячи иудеев свидетели его вы говорят это 144 тысячи свидетели иеговы я уверен что есть целая масса разных других сект которые говорят что 144 это они ну здесь написано на самом деле про евреев хотя сегодня очень сложно от от отследить 12 тысяч из не иуды не бениамина не левия современный израиль считается это потомки иуды бениамина и левия почему потому что 12 остальных колен еще в те далекие времена были уведены ассирийским царем и рассеялись сегодня по всему лицу земли есть люди там и сям у них проскакивают какие-то израильские еврейские вещи хотя по их культуре сегодняшний это уже или мусульмане или вообще непонятно кто но возможно они потомки те рассеянные здесь же сказано о конкретных чистых как бы вот 12 тысячах из каждого колена я склонен считать что это некое виртуальное число не совсем связано со 144 тысячи то есть это может быть какая-то пропорция но она говорит о том что еврейский народ среди них есть люди потом еще прочитаем про этих 144 немножко в другой интерпретации которые уповают на господа бога и которые являются определенного уровня свидетелями 9 стих говорит после сего взглянул я и вот великое множество людей великое множество людей сходное выражение эры в рав используется в исходе когда написано что с народом израиля вышло множество язычников иноплеменников там сказано там использована примерно такое же выражение великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и спальными ветвями в руках тогда из египта вместе с израилем ушло огромное количество по всей видимости много больше чем самих евреев вышло из египта тем велико чудо исхода из египта именно поэтому господь бог так часто говорит о себе я бог вывечит тебя из египта и говорит тебя подразумевает тебя и тех кто с тобою там было просто огромное количество припевшихся к израилю в данном случае то же самое война вавилона и анти вавилона победа анти вавилона исход из этого зла и в этом исходе участвует огромное количество людей иудеев и неизмеримое количество людей которые не являются еврейским народом искал иудеев евреев потому что иудеи это из колена иудина и также мы видим что ангелы божьи готовы начать какие-то атаки и возмездие для нечестивых я заметил что проблемы могут быть в жизни всех людей особенно и верующих в том числе но когда бог производит свои суды он покрывает свой народ подобное мы видели при исходе из египта когда помазали косяками косяки дверей кровью ягнят и ангел губитель ангел посланы от господа бога чтобы произвести суд четкий суд земли египетской он просто пощадил всех тех еврейских первенцев из-за этой пролитой крови и мы абсолютно понимаем что это для нас символизм аллегория или реальность крови шуама шеха покрытые выкупленные искупленные именно это дает нам эту печать именно это ставит нас в позицию когда ангелы готовы высвободить божественные суды защищают держитесь исповедание своего держитесь старайтесь чтобы ваше исповедание стало исповеданием ваших близких двигаемся дальше 10 11 12 стих и восклицали они громким голосом говоря спасение богу нашему сидящему на престоле и агнцу думается мне что это выражение которое звучит как гощи я на гощи я на спаси нас господь так переводится гощи я на и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали пред престолом на лица свои поклонились богу говоря амен благословение и слава и премудрости благодарения и честь и слава и крепость богу нашему во веки веков амен будем дальше читать и начал речь один из старцев здесь хочу заметить старец и уже мы говорили немножко об этом на еще будем говорить небожитель это не обязательно старый человек который там на небесах потому что по всей видимости люди люди воскресенье не будут стариками все мы будем примерно одного среднего правильного возраста полны сил и энергии но если вы прочитаете в википедии об ангельских иерархиях вы там заметите заметите один сорт небожителей которых называют еще им еще это человек а еще им это подобный человеку по всей видимости вот эти старцы это кто-то подобный человеку то подобные существа являлись там и здесь разным людям помните когда еще вознесся на небо двое в блистающих одеждах явились им по всей видимости это тоже вот из этой же самой темы и иначе в речь один из стартов спросил меня все обличенные в белой одежды кто и откуда они я сказал ему ты знаешь господину здесь иоанн как еврей он как бы переводит с вопроса на вопрос типа ну ты знаешь ты мне подскажи и сказал мне это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои убилили одежды своей кровью агнца вот здесь мы опять возвращаемся к тем 144 тысячам еще мириадам от великой скорби или это один период скорби или это периоды скорби которые случаются почти в каждом поколении или это периоды скорби в твоей личной жизни потому что нет человека который не проходил свою личную скорбь я не знаю до конца этот ответ я знаю что бог знает и одно из мест в матфея пятой главе там где еще говорит на горную проповедь он говорят и скорбящие утешатся на иврите там авелим авель севрита это когда или скорбящий по-русски переведено скорбящие своих умерших то есть люди которые переживают глубокую скорбь место когда правильно думать о господи боги а избавление воскресение вещах которые духовные оторвавшись от материального утешатся и здесь вот как бы эта тема подчеркиваются из-за это они пребывают ныне пред престолом бога и служат ему день и ночь в храме его и сидящий на престоле будет обитать в них они не будут уже не алкать не ждать и не будет политик солнце никакой зной ибо агнец который среди престола будет пасти их и водить на живые источники воды отрет бог всякую слезу сочей их но здесь иоанн описывает мир тот куда уходят те которые умерли с господом в вере что утешение их душам что они защищены что они там восстанавливаются от всех страданий потому что благословение божье пребывает на них а я написывает это просто человеческим языком говоря он будет их на пожить его вводит их к волк водам это все конечно виртуальные слова но мы понимаем что там человеку верующему который знал что жертвенность праведность что желание верить это не значит я абстрактно только верю но я живу исполняя повеление господне заповеди люблю ближнего своего кто делает это тому господь говорит ты будешь у меня на добрых пожить их я свое благословение буду изливать на тебя на этом я хочу закончить седьмую главу потом мы перейдем к другим несколько более сложным главам а сейчас желаю вам всем благословения благословения в наступающих праздниках или в тех которых мы уже находимся и пусть господь бог благословит вас благословение вам из сиона шалом друзья мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv 3w.oasis.media.tv